здравствуйте эта программа служители я дмитрий кошелев наш телепроект посвящен людям которые служат в церкви живут в миру с богом быть свой строит по евангельским заповедям не убей не укради не прелюбодействует для них не просто слова написанные в библии о принцип жизни наш сегодняшний герой протеерей михаил чернов настоятель христорождественского храма города коврова оговорюсь сразу с отцом михаилом и друзья друзья детства два года за одной партой просидели поэтому обращаться я к нему буду на ты хотя человеку у которого семеро детей да еще и священнику хочется говорить вы очень благослови праздником тебя и тебя также ничего в дом пройдем конечно также друзей в дом не проводят отец михаил как ты должен до такой жизни семеро детей не обременительно понимать в том понимание как вот сейчас большинство людей говорят что если это много много детей это нищета как говорят еще какие то то это неправильно я наоборот сейчас очень часто слышно не знаю может то что я священник выговорит молодцы вообще-то мы с вами знаем что молодцы вот поэтому насчет обременения я не могу сказать что мне тяжело во первых дети сейчас подрастают они мне очень помогают в семье у нас тоже вот я пытаюсь так сказать матушке своей объяснить что пускай они тоже и ее работу исполняют как исполняют мои ну вроде сейчас слава богу тоже так вот они по очереди дежурный по кухне за козами по очереди у меня ходят вот с уроками тоже они друг другу помогают слава богу учиться так он более-менее то есть старшие они всегда так приходят на помощь младшему вера скажи пожалуйста как ты справляешься практически в одиночку с такой арабой ну вообще-то этот вопрос честно говоря задают очень часто и все просто куда бы ты ни пришла вот даже недавно ходила в больницу с маленькой софи когда положение мне это даже врачи задавали такой вопрос ну как вот семь человек но я хочу я всегда всем говорю одинаково что если бы было бы у каждого человека они бы все справлялись почему ну потому что твоя семья твои дети как ты можешь там за ними там не ухаживать да как ты можешь там не накормить или там их не приласкать ну или какие-то другие то есть это вполне естественные некая жизненные такие обстоятельства которые ты просто вынужден отвлекаться на них на эти отношения и думаю что так и потом дети действительно подрастают дети становятся вот и няньками стали конкретно у нас вот каждый причем вот мы даже какие-то прослеживаем пары то есть вот артем у нас старший он вот непосредственно нянчил аню вот так получилось возраст да он ее любил он несет ее вынечил и даже сейчас у него более близкие такие откровенные отношения с ней кирилл он вынечил нашу ксении это вот шестая по счету тоже так получилось а сейчас родилась маленькая софия у нас почему-то главный нянька мы так его называем стал от алексей он больше к ней каких-то чувств проявляет то есть и поэтому вот даже в отношении ухаживания за детьми дети помогают церковь у нас отделена от государства то есть ни зарплату сейчас не получаешь не пенсию в будущем тем не менее семеро детей машина неплохая вот люди не воцерковленные все время интерес интересуется на какие деньги батюшки живут церковь переводится как сообщество людей как можно понять чтоб сообщество людей было отделено от государства я не могу сказать что зарплату не не платим почему у нас так же как и в любом учреждении мы платим налоги мы платим пенсионный мы платим по здравоохранению вот еще различные налоги так что небольшая зарплата есть а вот то что касается того хватает ли нам это на жизнь или нет я хочу тебя опять же сказать господь кормит птицы рыб а уж человека тем более он накормит у нас у русских все-таки не иссякло такое понятие как милосердие и с этим то я сталкиваюсь очень и очень часто не силу того что я священник или многодетный просто даже вот люди всегда идут навстречу я это просто на протяжении 20 лет что я священник я это вижу а здесь я держу коз мне опять же свое молоко опять же где-то свое и мясо а когда посты когда молоко вообще никто не пушает так у нас тут только творога нам не запасает что мы потом достаточно молочных продуктов нас очень много так что я могу сказать что мы голодаем да может быть хлеб с икрой мы не кушаем не кушаем но опять же голодными дети никогда не сидели батюшка расскажи о своей семье отец у тебя был нельзя сказать что глубоко верующий человек правда тамар павлов мы с ней до сих пор встречаемся в успенском соборе верующего как тебе помогло сделать именно такой выбор во первых они жили в доме священника в струнино и мне отец с детства говорил что когда мой дед был на войне его мать ну то есть моя бабушка они вот вставали на колени вот но она знала молитвы читал молитвы горел вот там своими словами просто там господи помоги чтоб там моего супруга а отец мой говорил моего папа там ну ранил опускай ну контузил лишь бы живой пришел и действительно сорок третьем годом пришел контужен но уже домой мама отца михаила глубоко верующий человек занимая видный пост в струнино она сына в храм носила в соседнюю деревню а я чё маленький рано вставать тяжело было вот меня мама принесет храм на лавку положит вот я там спал и вот когда я просыпался и у меня всегда перед глазами была икона как пьетов шел по водам то есть вот эта вот икона мне настолько в память врезалась и как тут я не знаю но впоследствии ты же знаешь у меня мама очень сильно болеет и она меня обучил то вот собственно говоря двум молитвам отче нашей богородицы вот с этим двумя молитвами я по всей жизни по сей день иду а церковь то я пришел ну просто сложились так обстоятельства в семье с друзьями и поэтому когда меня отец владимир передернин такой есть у нас эпохи все узнают вот перевел по другую сторону алтаря конечно тут чувства совсем не изменились я не скрываю что на первых порах мне было очень и очень тяжело и даже были мысли все это оставить но опять же вот на молитве матери постепенно я понял что это было действительно просто искушение не зря же говорят что дьявол он как лев рыкающий ходит и ищет кого поглотить старший сын отца михаила артем учится во владимирской свято-феофановской духовной семинарии в этом году успешно перешел на третий курс а до этого а за жизни познавал красноярском кадетском корпусе артем ты учился в кадетском корпусе сколько лет и схожили в семинаре с жизнью почти военной я учился там четыре года то есть заканчивал школу соответственно 8 9 10 11 классы да во многом схожи то есть дисциплина порядок скажем так казарменный образ жизни условия такие достаточно порой спартанские но в целом это достаточно хорошо и нужно наверное даже не хотел свою жизнь с армии связать в дальнейшем у нас тоже армия можно сказать так были мысли но как бы я пошел по точнее не как бы пошел по стопам отца то есть мне вот эта жизнь она больше нравится то есть ты планируешь стать священка а детей сколько у тебя будет все православные отвечать как бог даст я вырос в большой семье и мне симпатично когда домой приходит отец и его встречает много детей все рады этому то есть семья дружная большая это здорово кем бы ты хотел чтобы стали твои дети людьми это самое главное конечно хотелось бы чтобы дети стали также как и я при храме потому что я опять же говорю я работал на мебельной фабрике работала работа была очень неплохая отношение ко мне там было тоже очень хорошие вот но понимание смысла жизни конечно став священников она у меня изменилась поэтому хотелось бы чтобы они конечно пошли по этой стезе но самое главное другое что если они станут на путь священства но это в данном случае мальчишки лишь бы они были достойными вот это самое главное потому что не случайно говорят один хороший батюшка может тысячу спасти один неверный тысячу погубить поэтому уж если они достойны слава богу а не достойны то лучше и не надо никогда вставать на этот путь чтобы не не ввести соблазн ни своей жизнью ни своим мировоззрением учением других во грех детей семеро порвы не старая то есть можно рассчитывать на дальнейшее продолжение роды на все воля божья на все воля божья да мы и вообще честно говоря никогда так и не думали что их будет так много как-то не планировали точнее даже нельзя сказать что мы планировали не планировали не думали просто об этом но вот как-то господь устраивает жизнь человеку дана от бога так что тут это просто даже для многих ответ предохраняйтесь не предохраняйтесь а это является хотя грехом предохранение большим грехом вот если есть воля божия ребенок будет в утробе матери если же нет воли божьей хоть лечись хоть не лечись не будет детей я никогда не думал что у меня будет семь человек детей да и никогда даже рожая можно сказать последнюю я не думаю что я снова буду беременны ну вот видите так вот действительно сложилась ситуация но вот сейчас скажи мне что конкретно какого-то бы ребенка не было наверное бы так никогда бы не сказала что вот не надо было того или другого или третьего нет они все есть я благодарна богу за то что они у меня есть и наверное я этим вот именно счастлива за то что у меня вот такие дети священник михаил чернов отец не только в церкви но и своим детям напомню их семеро трое мальчиков и четыре девочки каждому бы такое счастье я дмитрий кошлев новый рассказ служителях на следующей неделе в тот же день и в то же время до встречи а